книга открытым оком том 27 вопрос 3919 как вы считаете не могут ли чего худого сделать противники епископу диамиду отвечает игнать их анч лапкин они все могут но прийти к власти троицкий или а вакуум чтобы они сделали не перед чтобы они сделали и по боли уже совершенного их супротивниками за диамида за патриархи и за папу я молюсь каждый день чтобы они родились выше искали не своего но что угодно богу кавычки открываются сегодня когда все православные христиане вспоминая первые в христию плачут о своих грехах каются и приобщаются цветы христовых тайн газета русь православная распространила своего рода православные революционный манифест открытое письмо епископу чукотскому и анадырскому диамиду дзюбану в котором группа православных радикалов призывает владыку возглавить кавычки открываются народную борьбу кавычки закрывается против еще цитата богомерзкая демократическая власти как они пишут и и и приспешников священно начали русской православной церкви то есть фактически уйти в раскол авторы открытого письма главный редактор газеты русь православная константин душенов редактор осужденной на последнем заседании священного синода русской православной церкви за антицерковную деятельность газеты дух христианина дмитрий морозов автор проекта расчленение русской православной церкви и создания на ее осколках альтернативной раскольничьей группировки не принадлежащие ни к одной из церковных юрисдикций публицист михаил назаров руководитель петербургского клуба русская мысль имеющего устойчивую репутацию нового штаба революции профессор олег каратаев председатель союза русского народа святая русь алексей добычин и другие всего 48 человек в традициях плохого боевика предупреждают владыку диамида что обратного пути у него уже нет только с ними только борьба против власти светской и церковной кавычки открываются в одно мгновение вы стали для власти врагом номер один богомерзкая власть это уже поняла надеюсь так от первого лица в оригинале р.л. и вы это уже поняли и все равно не отступите не устрашитесь говорится в письме авторы письма формулируют новые старые революционные мифологемы разумеется богомерзкая демократическая власть и ее духовные пастыри более всего боятся пробуждения русского народа непокорность его и восстания против страшной судьбы уготована ему демократическим сатанизмом кавычки закрываются вот как откровенно по большевистки оказывается народ наш спасет только восстание нового революция еще одна мифологема кавычки открываются богомерзкая власти церковные иерархии вступившие с нею взговор против русского народа сейчас напуганы как никогда чем напуганы кем напуганы кучкой православных радикалов нет конечно народным протестом которые грезятся радикалам в их мечтах и который сметет эту власть а их вознесет на властные высоты и высокие кабинеты в кремле подписанты письма призывают ладыку продолжить борьбу с богомерзкой властью и предателями архиеремия двоеточие кавычки открываются мы уверены что вы отчетливо понимаете против какой нечестивой силы высокоорганизованной и мощной вы посмели сказать слово правды вы епископ стали за веру за церковь за русский народ и потому против вас ополчаются с неистовой силой все предатели отступники все те кто убивает русский народ и россию кавычки закрываются при этом они просят епископа диамида не забывать что еще недавно и он был среди этих изменников а теперь вот прозрел надо понимать что изменниками авторы письма считают всех архиереев русско-православной церкви ибо ни один из них не поддержал знаменитые письма чукотского епископа признание дорогого стоит фактически подписаны письма признают единственным настоящим архиереем владыку диамида то есть прямо толкают его в раскол ничтоже сумняшися называя всех остальных епископов русско-православной церкви христопродавцами и изменниками вступившими в сговор с богомерзкой властью далее подписанты бесцеремонно получают епископа диамида что и как ему следует делать идите прямо не обращая внимание ни на довольные вопли либералов ни на возмущенный гомон лже родители веры разумеется истинными родителями являются авторы письма а как же иначе иначе и быть не может такова логика революционного сознания лукаво интерпретируя известные пророчества авторы письма заявляют двоеточие кавычки открываются давно предсказано что в церкви возобладает измена которую искоренит с большой буквы царь обещанный богом россии после страшных испытаний которые россия должна пройти кавычки закрывается видимо радикалы уверены что эти времена наступили откуда такая уверенность разумеется от того что именно в эти времена живут на свете господа душенов назаров каратаев добычин и иже с ними которые и являются носителями истины поэтому они смело призывают епископа диамида воинствовать за правду при этом авторы письма нагнетая истерию предупреждают владыку что если он не отступит то вполне может быть убит вы очень опасны для богомерзкой власти и для ее приспешников из церковной иерархии могут и убить как всегда революционерам нужна жертва именно поэтому их идейные предтечи сто лет назад все сделали для того чтобы убийца великого князя сергея александровича каляев или каляева не покорялся и не попросил о прощении о чем его умоляла преподобная мученица из лета и елизавета федоровна а пошел на эшафот нужны были жертвы на алтарь революции нужны жертвы и нынешним революционерам появление письма призывающего епископа диамида воинствовать против власти видимо связано с тем что появились слухи что на июньском архиерейском соборе будет рассмотрен вопрос о его обращениях если вдруг владыка диамид откажется от своих обращений примириться со своими собратьями архиереями это будет страшным ударом для православных радикалов поэтому они стремясь упредить события выступили с заявлением в котором и в которого зовут епископа и дальше воинствовать а дальше это раскол но видимо именно он нужен радикалам примечательно что революционное обращение опубликовано в дни самого строгого поста впрочем это не удивительно демоны революции в такие дни всегда активны напомним что февральская революция 1917 года началась на кресто поклонной седмицы великого поста кавычки закрываются далее на тихонич приводит места священного писания на эту тему третья книга царств 22 глава 23 стих и вот теперь попустил господь духа лживого в устах всех сих пророков твоих но господь изрек о тебе недоброе книга исход 63 глава 17 стих для чего господи ты попустил нам совратиться с путей твоих ожесточиться сердцу нашему чтобы не бояться тебя обратись ради рабов твоих ради колен наследия твоего языкиль пророк 20 глава 25 стих и попустил им учреждения недобрые и постановления от которых они не могли быть живы но если в рубище без пищи головой припав к чужой стене хоть раз хоть раз счастливец нищий увидел бога я во я отдал все земные славы и пышный весь небес наряд всю прелесть власти все забавы на тот один на бога взгляд 1841 год федор глинка